Полетает в комнату, родственники звонят, говорят, приезжайте, нас обокрали. Я так не представлял, они тут от нас недалеко живут. Я подъехал, зашел, все перевернуто, все разрушено, но они живы-здоровы. Пять налетчиков налетело в масках. Ее с туалета скрутили, повалили, но три женщины, мужчин нет в доме. А у них получается магазин, ну они там торгуют ликеркой, табачкой, в общем, ну таким, не очень хорошим как бы. И допоздна, это было в 12 ночи, вот такое вынесли деньги, золото ночью оставили без копейки, наживали, 7-8 лет, за один день пришли, все подняли и ушли. Вот такая ситуация. Ну у меня так есть маленькие наметочки, я там в милицию обратились, они говорят, что делать? Я говорю, надо в милицию обращаться и все, ну как бы вот так. Ну а там уже дальше как Господь управит. Ну на то я нам поставил начальствующих, они меня спрашивают, я говорю, в милицию надо обращаться. Конечно. Другого варианта нет. Вот. Наметки есть тут кое-какие, вот. Ну как бы... У вас там нельзя шторку закрыть? Саша, шторку сзади закрыть, сильно освещает все, залепляет светом. Вот. Вот, все закрой их плотно. Видишь, неправильно. Прибить там к стенке надо, гвоздями шторки-то. А то, видишь, не дают они. Они мертвые. Меня там нету. А то сейчас. Ну маленько, но все равно свет-то остался. Шторки-то у тебя не рабочие. Ты сделай, сведи их вместе, слушай мнятельно. Шторки сведешь вместе, и там прибей гвоздем. И они будут все время... А по краям развелка-то и все. Зачем дергать-то? Не можешь закрыть их. Она освещает, глаз ваш совсем не видно. Прищепки-то нету. Ну маленько получше, но все равно плохо. Света посередке оставил, ты не закрыл его. Вот так нормально. Вот так получше. А вот так? Получше так. Просто немножко левее держитесь. Голову сюда поверни, в другую сторону, к затылу. Вот в эту сторону. Во-во-во-во-во. И на меня сюда смотри, в глазок смотри. В глазок. Глазок-то где у вас? Глазок вот он, прямо вот на этого. Вот к нему так. Вот так хорошо. Все, сиди, не уходи дальше. Ладно, а то... Так он утащился, свет-то за собой. Так нет, он может сейчас подвинуться. Сейчас подвинься на прежнее место. Ну-ка. Налево, налево подвинься. Пересядь. Налево. Пересядь просто. Вот так. Еще маленько. Все, все. Замечательно будет. Вот так хорошо. Хорошо. Все, все. Так вот, эти... Как получше? Да, да, лучше. Родственники, они верующие, нет? Да, но они верующие, ну как бы, знаете, как сказать? Ну, так. Ну, ходят церковь, храм ходят, но священное писание не считают. Так нет, как вы говорите, огненного служения нет. Хорошо. А зачем они столько лет деньги-то копили? Почему они их дома держали? Ну, вот все вопросы этот задают. Зачем? Это вопрос. Люда, люди, знаете. Слово «деньги» означает «день». На один день дается. На день. На один день. И чтобы к вечеру истратил. Я понял. Я понял вас. Ну, так я не придумываю, а? Вы же сами говорите, деньги. Дальше. Хорошо, что дома никого не было. Они могли прибить там. Так их было, их трое. Они все дома были. Мать, дочка и их три женщины. Они все дома их связали. Их связали, они сами пытали, и они им отдали все. Вот так произошло. А это где, в каком месте? От Киева. Это у нас, в городе. От Киева-то далеко, от Киева далеко? Ну, в Харькове, Игнать Тихонович. Я в Харькове живу. Да-ка там же, там новая власть должна как-то разобраться. Ну, подключили. У меня друзья в правоохранительных органах работают. И они сказали, ну, мы их заинтересовали, как бы. Ну, они, я говорю, бесплатно никто ничего у нас тут и пальцем не шевелит. Я сказал, что люди благодарны. Если вы найдете, они вас отблагодарят. Ну, как бы уже вот по такому сценарию. Они сказали, будем искать. Понимаешь, какое дело? Вот у меня брат, батюшка, он служил в Тобольске. Ну, и там бабушки дома были, близкие, знакомые очень. А там в масках тоже ворвались два парня. Ну, и начали над бабками. Ну, и там все было, забрали у них, все. А брат-то как-то стал разговаривать. Прям коснулось его тут же. Уполномоченный по религиозным культам. А их ставили в основном из органов КГБ. Он-ка, уполномоченный, бывший генерал-майор КГБ на пенсии. Ну, и он сказал об этом. Так а что же вы молчите-то? Да ну вот как-то... А он как раскрутил, буквально часа два прошло, всех поймали. Поймали, притащили, они давай каяться, эти бабки, да простите их, да как прощать-то? Вы что делаете-то? Как прощать-то? Ну, они там такое дело завели, мало не покажется. Вот и все. Действительно, власть для этого есть, чтобы смотреть за порядком. И к ней можно обращаться. Да, я тоже так сказал. Я когда увидел, я зашел, надо в милицию обращаться. Я говорю, других вариантов нет. Я говорю, ну, нам надо делать то, что... Я уже вспоминаю ваши слова, то, что вы... Надо делать то, что нам Господь поручил. Сеешь и поливаешь, есть мечта, Бог все возвратит. И делай то, что тебе положено. А там видно будет уже. Ну ладно, оставьте их, им сказали, больше не лезьте. Так, что у вас там в духовной жизни дома? Так как к вам ваши домашние относятся? Домашние нормально. И по-всякому, Игнат Тихонович. По-всякому. Ну, мать, нормально. Жена иногда возмущается. Но я делаю свое дело. Бог, а потом все остальные. Я так решил. Так вот как мы с тобой познакомились? Сначала Бог познакомился. Как ты после этого борода-то трогал? Трогал, да. А зачем же ты трогал-то? Ты посмотри. Посмотри из Одессы там, которые со мной, Тараси-то. И другие там, они не трогают. Да, да. Это нехорошо. Я тебе сразу сказал, бритву обрежь и выбрось ее. А шнур оставь, он пойдет для утюга. А зачем тебе это нужно? Это не надо. Это нехорошо. Это лукавство. Мы услышали, все. Ты что, прокатоличный какой, что ли? Ты православный. Посмотри на иконы. Что она тебе мешает разве? Борода – это мужество. Это твоя, говорится, благодарность Богу, что тебя таким создал. У евреев молитва. Они каждый день молятся. Благодарю тебя, что меня не женщиной создал. А раз мужчина, значит, ты с бородой. Христос с бородой был. Пророки, апостолы, все с бородами. А вы на кого хотите похожи, на сектантов? Так что давай, не краснобайствуй зря. Я понял. Все, не надо, это нехорошо просто. Мне неприятно, я дважды тоже говорю, мне это неприятно. Но смотри, Володя, сядь рядом. Ну посмотри, какой он, сядь рядом, посмотри. Ну посмотри, какой он. Верь тебе, Александр. Вот. Вот увидишь новые ролики. Сегодня были у одних гостях наших. А у них дети, учатся в музыкальной школе, три девчонки и мальчишка. Ну вот увидишь там, какой хозяин. Тоже оборотка-то невелика, он не трогает ее, диакон. Вот. А ты что, не поймешь, кто? Ленивый, не хочет побриться. Или лукавый, который боится бороды. То что угодно думай, только не по-христиански. За это время она у тебя уже была бы другая. Другая, другая. Ты даже меня не вспомнил. Ты просто помни. Мы с тобой не для болтовни собираемся, а чтобы был какой-то результат. Ну, а что ты брови-то не сбрил? Что смеешься-то? Я спрашиваю, ты отвечай. Почему брови-то не сбрил? Не сбрил никогда. Да, вот тут и оно. Вот оно. А дальше, а что ты веки не подстриг? Выборочник как-то делаешь-то? Это совсем уже непонятно. Не трогай. Тебе будет уважение больше. Сначала возмутятся родные и близкие, а потом все успокоится. Конечно, я думаю, у него мир. Как мир-то? Да коты, они тебя подмяли. Под каблучник-то. Сейчас, сейчас застарапайся-то. Так, давай, чтобы больше я этого не видел. Договоримся. Ты на меня в следующий скайп выходить будешь, только тогда, когда не будешь трогать бороду. Иначе мы друг друга потеряем. Я серьезно говорю. Я не люблю, чтобы так три пальца. Если ты дорожишь нашей связью, знакомством, послушайся меня. Ты уже будешь примером. Это живая проповедь. Вопросы есть? Вопросы есть? Да, так, по спасению нет. Ну так, хорошо. Все понятно. Один вопрос. Зачем ты бреешься? Давай, объясняй. Жена ворчит, я сказал. Я говорю, зачем ты? Что виноват, ты не оттолковать. Зачем? Я тебе материал обрадобрите посылал? Есть, я читал и слушал. Ну еще, ты против? Ты возражаешь или нет? Что написано-то? Это жития святых. Это святая Библия. Я что? Мне-то это в разности никакой нету. Но ты перед Богом. Миленький ты мой. Что ты делаешь? Что ты творишь, старик? Ты сейчас сразу обрежь ее? Обрежь только сразу. Сегодня, а не завтра. Это вы там, а католичные. Потому что привыкли. Попы такие с Украины приезжают. Они у нас все развратили. Самые негодные. Бритые. Корыстные. Боязливые. Как будто бы самых негодных Украина нам поставляет. Лучше бы они нам из права сектора дали. Пусть бы какие-нибудь бандерасы были, но настоящее верующие. А то униаты какие-то бритые. По одному бритью только я уже показываю, что этот человек неполноценный. Так, все, тогда отходи, бритый. Давай. Выключайся. Смотреть на тебе на бритую даже неохота. Давай. Вот так. Вот это он. Переживать-то ему сколько будет. Но если он благоразумный, он будет. Его видно, что он хороший. Искренний. Мне даже смешно. Из-за бороды он сейчас будет думать. Я тут и вижу, один заходит, тоже книги мои имеет. И вижу, что бреется. Ну, это блудодейная ересь. О чем было бы разговор вести? Он говорит, что жена у него противится. Ну, вот жена. Значит, подкаблучник тогда. Жена. И ты жену слушаешься. Ну, слушался Адам жену. Что получилось-то? Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот так. Ладно, слава Христу. Вот так. Ну, все тогда. Сегодня день прекрасный. Время-то уже полвосьмого. У меня осталось 41 минута до обработки. Близиши. Вот так.